Совсем скоро на вот этом месте из-под старой таблички появится надпись «Государственный Эрмитаж. Выборг». В январе 2008 года глава администрации Выборгского района Георгий Порядин и глава муниципального образования Константин Патраев приняли решение о начале реконструкции здания, которое с октября месяца станет главным культурным центром города. А пока здесь есть лишь несущие конструкции. С начала работ отсюда выведено более сотни машин мусора. В ходе ремонта некапитальные стены были разрушены. Напольные покрытия сняты, а все подсобные помещения снесены. Работы осуществляются под чутким руководством Государственного Эрмитажа. Участвует главный архитектор Эрмитажа Лукин Василий Павлович, который руководит всеми этими работами. Мы привлекли архитекторов, те, которые работали после войны. Это прежде всего Борис Иванович Соболев, который проектировал перестройку этого здания. И сейчас все это приведено в первоначальный вид. Петербургская проектная организация уже приступила к работе. План перепланировки будет сдан к концу февраля. А уже в начале марта строители приступят к интенсивной реконструкции. Требования, предъявляемые Эрмитажем, чрезвычайно высоки. В здании будут полностью переделаны полы и окна. Установлена современная охранная и пожарная сигнализации, систему вентилирования и теплоснабжения. Все это потребует колоссальных денежных вложений. Накануне в зале заседаний Совета депутатов прошла встреча сотрудников администрации с директорами крупных выборгских заводов и организаций, на которые рассматривался вопрос об оказании материальной помощи будущему культурному центру. Без вашей поддержки не оконится ни одно важное мероприятие в городе Выборге. И сейчас по поручению и от имени Георгиевича Парядина я прошу вас принять участие в этом интересном и нужном для города и района для детей в первую очередь проекту. Ориентировочно то, что специалисты и архитекторы, главный архитектор и дизайнер, главный наш архитектор и специалисты технические, мы также проработали, это 130-135 миллионов рублей. Проект, конечно, дорогой, но стоит этого, поверьте. Половина этой огромной суммы затраты на сверхсовременную противопожарную и обеспечивающую климат-контроль технику. 35 миллионов рублей Выборгу накануне выделил губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Остальные средства в ближайшее время будут собираться, как говорится, всем миром. Так Георгий Парядин ведет переговоры с федералами о материальной поддержке Выборга. Впрочем, одних материальных ресурсов для обеспечения успешного функционирования центра недостаточно. Чрезвычайно важно учесть все нюансы и правильно подойти к организации работы. При этом учиться у гиганта Эрмитажа довольно сложно, условия слишком разные. А вот у первого в России казанского филиала в самый раз. Буквально на той неделе мы выезжаем делегацией во главе с Георгий Парядином в Татарстан, в Казань, где уже работает Эрмитаж Казань. Мы будем смотреть и обмениваться опытом. И по приезду оттуда мы уже будем иметь, ну, наверное, ту основу, которую они заложили в своем центре Эрмитаж Казань. Больше всего открытия центра ждут, пожалуй, воспитанники и преподаватели детской школы искусства. С появлением Эрмитажа ребята станут ближе к шедеврам великих художников. А кроме того, будут получать художественное образование в красивейшем культурном центре Выборга. Фасад здания также будет подвергнут реконструкции, как, впрочем, и весь прилегающий к нему квартал. Так что приобщаться к культуре можно уже начинать. А вот рисовать на стенах незачем. Ирина Волочковская, Станислав Субботин, Денис Егоров, Медиагруппа «Наш город».